Во вторник Госдепартамент США опубликовал свой 13-й ежегодный доклад о свободе вероисповедания в странах мира. В документе детально описывается положение приверженцев различных религий более чем в 200 странах. В список государств, вызывающих особую озабоченность в этом вопросе, вошли 8 стран. Это те, где происходит долговременное и систематическое нарушение свободы вероисповедания. Среди них Китай под руководством Коммунистической партии. По данным отчёта, в КНР на фоне экономического процветания ситуация с преследованием верующих продолжает ухудшаться. Беспокойство международного сообщества по-прежнему вызывает положение, в котором оказались тибетские буддисты, мусульманские уйгуры, последователи духовной практики фулуньгун, а также многие христианские группы. Гонения на них особо усиливаются во время так называемых чувствительных для властей дат, как это можно было наблюдать при проведении всемирной выставки в Шанхае и летних азиатских игр 2010 года. Самой многочисленной в мире группой узников совести по-прежнему остаются последователи фулуньгун в Китае. После своего официального визита в КНР специальный докладчик ООН по вопросам пыток Манфред Новак рассказал, что две трети всех дел о пытках в Китае, открытых в его ведомстве в 2006 году, были делами фулуньгун. По данным отчёта Госдепартамента США, сотни тысяч приверженцев этой духовной практики продолжают удерживаться в принудительно-трудовых лагерях. Также в документе говорится, что власти осуществляют кампанию по так называемому перевоспитанию последователей фулуньгун. Людей пытаются заставить отказаться от своих духовных убеждений при помощи различных видов пыток и промывания мозгов. Официально Китай является атеистической страной. В среду власти КНР раскритиковали отчёт США. Представитель МИДа Цзяньюй сказала, цитата, «Китай категорически не приемлет осуществляемых посредством ежегодного отчёта такого рода атак со стороны США в отношении ситуации с религиозными правами в нашей стране и не приемлет вмешательства во внутренние дела Китая». Над докладом о свободе вероисповедания в странах мира ежегодно трудятся сотни сотрудников Госдепартамента США и зарубежных американских миссий. Цель отчёта – документально подтвердить действия правительств, которые подавляют проявления религиозных чувств и безнаказанно преследуют верующих.